осенью иногда можно себе позволить поехать за грибами даже на велосипеде причем не по тропинке а прямо по лесу особенно если это дубовая роща недалеко от дачи и едешь за очень редким и очень вкусным грибком который кстати кое-где занесен даже в красную книгу ребят как в песне вот эта улица вот этот дом ну точнее в этом случае вот этот дуб а вот этот гриб он прямо под моей ногой у основания дуба ну все как положено в этом году этот старичок меня также не подвел еще не догадались что это за гриб для подсказки он растет чаще всего у основания дубов или на дубовых пеньках занесен кое-где в красную книгу и важный признак одно плодовое тело способно зачастую заполнить пол вот такой корзинки а иногда и целую спасибо этому старому дубу он ребят каждый год приносит вот такое прекрасное плодовое тело несмотря на начало сентября она еще вполне себе свежая вполне себе съедобная иногда я их оставляю конечно просто жалко и тревожить такую красоту конечно ребята это по-научному если грифола курчавая или грифола курчавая а по нашему по простому гриб баран так что ребята встретили вот такое чудо природы не побоюсь этого слова настоящие чудо природы не очень-то похожие на гриб тут нет классической ножки и классической шляпки это такой огромный сросток недаром он называется курчавый и действительно ребята вот если пощупать я не знаю щупали вы или нет барашка но наверняка его видели а некоторые и ели так вот друзья по ощущениям как будто щупыш шерсть барана ну поэтому собственно это и есть гриб баран ценный кое-где занесенный в красную книгу но при этом ребят безумно вкусный то есть это абсолютно нормальный гриб но этот еще небольшой иногда ребята бывают вот такие солидные грибы бараны но знатоки знают гриб баран увы произрастает на конкретном дереве не каждый год вот этот кстати дубок такое исключение он плодоносит практически каждый год нередки года когда они просто спят я правда сегодня в эту дубовую рощу приехал достаточно поздно и нашел пока всего одно плодовое тело но и этот гриб баран если в одно лицо то в принципе его на ужин а то и на обед а то и на следующий день должно хватить у него такой легкий ореховый привкус причем некоторые его маринуют некоторые тушат сметанки в общем то с ним можно делать все что угодно что можно делать с нормальным хорошим грибом если опять же его понюхать давайте сейчас понюхаем жалко камера не передает этого запаха если вы смотрите это зимой вы представляете как пахнут грибы особенно летние опята гриб баран пахнет точно так же но может быть чуть менее концентрировано чем фантастический аромат летних опят по которому мы так все зимой скучаем а сейчас уже октябрь грибы больше по крайней мере часть видов засыпает до весны до апреля до июня сморчки опята все начнется но ребята увы через сколько-то месяцев а пока вот один из последних октябрьских грибов гриб баран кстати вот его если бы я не знал этот дубок со стороны найти не так то просто потому что видите кругом опавшие листья практически такого же цвета как этот гриб баран не повезло сегодня этому грибку я все-таки его срежу и сегодня вечером пожарю кстати срезать его нужно под основание причем глубоко засовывать и нож чем длиннее лезвие тем лучше потому что основание грибка барана такая псевдо ножка вот под этим массивным плодовым телом аккуратненько срезаем и вот это ребята всего лишь один гриб по весу я думаю больше точно килограмма я думаю килограмм двести а бывают представляете 5 килограммовые такие чушки когда все основание дуба или пенька облеплена одним грибом бараном или несколько плодовых тел и тогда ребята это даже не на один ужин а на несколько ужинов можно кстати его запросто отварить и заморозить на долгую зиму отличный ребят съедобный гриб настоящее на мой взгляд чудо природы встретили такое не думайте это ничего ядовитого в нем нет хотите полюбуйтесь потому что он занесен кое-где в красную книгу и может быть лучше вы действительно если встретили и не хотите есть не разорять а оставить в лесу пускаем другие любуются пускай им любуется этот дуб и соседние дубы а хотите попробовать я думаю греха большого не будет если вы пожарите замаринуете на самом деле с грибом бараном можно делать все что угодно а этот запах как видите целую треть корзинки даже вот это небольшое плодовое тело грибка барана заняла вполне себе легко иногда они бывают такие масштабные что занимают всю корзинку отличный вкусный съедобный и главное массивный гриб гриб баран или грифово курчавое